почему гроза когда бьет в океан рыбы не умирает будешь курить денег не дам ни копейки на давай же еще давай реально если продолжишь курить я тебя книга и капитал по жопе просто в мультике три богатыря такого не было в этом шоу комики и блогеры перевоплощаются в исторических персонажей и отвечают на вопросы они все очень просто будем задавать вопросы же не за правильные ответы на эти вопросы участникам будет давать два балла а дима будет давать по одному баллу за шутки заработать за настроение приверженность образу опять же на меда будут четко это контролировать на сегодня же прекрасно буду все за все давать баллы но перед этим давайте поприветствуем наших участников его ну не знаю можно вот еще чуть-чуть и он точно будет хранителем наших традиций егор кукса не первый раз приходит к нам комик стендапер да что уж там и русские моби потому что его тоже не все понимают анатолий бороздин ждем вообще когда он сделает обзор на нашу программу нужно для этого чтобы участником был хотя бы хотя бы гусейн гасанов это наш друг и коллега по ютубу антиблогер начнем ты у нас сегодня дебютируешь получается в этом формате в формате человека которого будут переодевать на камеру до экспертом был ты у нас есть программа true story тоже посмотрите обязательно этом же канале выходит вот здесь вместо же сейчас плыло скажи пожалуйста пожалуйста но тоже эти программы смотрел на конечно я смотрел с 1 и по все каким историческим персонажем хотел бы быть сегодня но я бы предпочел быть кем-то ну русским наверное потому что так нет у меня обоснования вообще вот русский русский я русский русский да это да а персонаж сейчас мы его разгадаем сначала вы егора хотелось бы спросить ты очень много образов на этой сцене уже воплотил кто был самым сложным из них какой-нибудь ганс христиан андерсон потому что у него очень душный костюм потому что там но там он же датчанин и у них там очень нужны эти скандинавы да уча да сегодня тебя быть не просто сразу скажу и по костюму латекс что-то для нее шорт все в латексе все все те будут торчать только зраки все и большим человечек не придется открывать молнию чтобы говорить такая передача до нас сегодня выбирала да и тем более просто егор кукса заменил меня можно сказать true story у меня зуб на тебя так и знай будешь страдать сегодня два балла все не за 1 не получишь отеля как настроение вообще кайф то есть еще своей волне все нормально изменяешь себе в этом плане да да конечно носит джинсы что немаловажно а что я уже в этих был многие смотрят наше шоу ради удовольствия но так чтобы смотреть наше шоу только для того чтобы узнать в чем я уже здесь было в чем нет только ты так можешь это единственное что я могу по влиять в этом шоу значит короче у нас с последнего времени сженей поменялись подарки у нас безалкогольные напитки опа опа там не просто опыта не заквас глотки перекрызают напиток музыкальный потому что он звучит как знать как мексиканская певица камбуча из победителей даже не аплодирует на понял блин отстой вы специально подавали 5 бутылочек камбучи я понял почему они до передачи не говорят какой приз давайте так камбучу никто не любит ну честно проигравшему как будто бы нас всех подобрали как чисто люди которые борются за чайный гриб кукса так отчаянно сражается он борется за камбучу я надеюсь что так действительно все у нас пройдет и первый раунд где вы будете угадывать кем же вы будете сегодня два факта о каждом персонаже угадывайте получайте два балла не угадывайте после двух фактов мы показываем ваш портрет и какую-то еще подсказку ну прям вот такую лобобу угадывайте получайте балл не угадывайте если вдруг толь минус 2 балла имей ввиду и камбучи не видать ладно не помнишь как с люисом карлом у тебя строган еще никогда не говорила что все помните все мои косяки жуть начнем с егора только наполовину читаешь и егор сам уже говорит сразу да это моя битва ты потомок рюрика по прямой линии но не был царем так не был царем значит я кто-то до ивана грозного и рюрикович а может быть я какая-нибудь женщина из рода рюриковичей а что плачь ярославный такой егор ты ярославная подсказка на твоей личной печати присутствовали символы алхимиков символы алхимиков и кто-то из рюрикович или рюрикович в гарри поттер и философский камень дамбулдор юрикович гарри поттере был бы так горит и рюрикович рюриками мы тебя очень сильно сбили и уже не это получилось она все вопросы кукси писала именно же про печати с алхимиками вы мне прям помогли да и тут ничего не поможет на самом деле сложный персонаж давай посмотрим на фотографию вот сейчас смотри памятник тебе стоит на красной площади это живу снят да это настоящая фотография прямой прямой эфир сейчас погода на этого вести вдоль я понял два персонажа да кто из них ты я могу тогда встречным вопросом выбить себе подсказку имею ли я какое-то отношение к котлетам да совершенно верно когда я пожарский ты ты дмитрий пожарский отлично можно поаплодировать но сейчас не скажешь кто из них пожарский это минус 2 балла стоит пожарский или сидит сидит 2 балла одну один балл то есть до 1 балл потому что угадал по фотографии да у нас дмитрий пожарский перейдем тебе ты взял псевдоним в честь реки были не знаю константин от тебя константин саша не такая певица лера москва точно да ты лера москва на самом деле нужно сказать что это скажем так специальный выпуск он кое-чему приурочен мы не будем говорить чему иначе вам будет не интерес потом играть но ты все-таки не лера москва лера москва это какая-то запись телефонной книги такая лера москва сити давай второй подсказ давай базе дядя что базик что я не базе базик базе это город дядя дядя ленивцы ленивцы это твой псевдоним кто же пока с лерой москвой совпадает пока все что все с москвой я не знаю давай финальный подсказку да но уже только один болт получи да потому что если показать тебе портрет в каждом городе это моби это мой тебя не надо но да только джинсы уберем но это старость кстати старая модель то есть анти давай теперь ты слушай подсказки в свой был сыном рабыни и зауры 1 балл конечно вы видим одного возраста так русский сын рабыни и внук княгини ольги получается ребенок ребенка княгини ольги имел какую-то связь с рабыней но какую-то понятно какую раз ты появился такое конечно отвратительной мотивации моей жизни подсказку мы будем развивать один из самых ранних рюриковичей которые только могли бы быть потому что внук ольги сын святослава сын святослава тогда не удержался от подсказки может быть ярослав тогда владимир так какой конкретно владимир владимир у нас в россии просто владимир и все понимают такому нет но тут как вам нельзя что не принять этот ответ нет сложно ты же понял про какого владимира речь владимир красно-солнышко да я поздравляю два балла что вы пройти как вы знаете гордость и начнем и только со своего персонажа блин вообще на самом деле я очень мало знаю про пожарского он ты должен был быть сегодня другим персонажем да и дозвонил свой родной город узнала какие месяца в школе у тебя была ветрянка он не знает пожарского дима и все и мне кажется если бы же не меня не взлюбил это было бы тактип владимир красное солнышко ледин и егор гитлер не стал знаменитым просто тезка чисто но как будто бы отец разначал сам начал говорил что из всех персонажей самый простой у тебя я чувствую я хочу хотел сказать хочу а я хотел сказать что касательно этого персонажа это первый человек которым встроили т9 касательно ленина все лежит на поверхности как и его тело красиво один балл листяй спасибо большое мы отправляем наших участников на грим ждем вас через пару часов уже полностью в бундировании допустим я выговорил это слово под ваш аплодисменты провожаем а делая незаметно по крайней мере для вас и так встречайте владимир красносолнышко дмитрий пожарский вот такой вот он у нас сегодня ну как тебе егор очень комфортно я чувствую себя защищенным и я могу загадать желание потому что я сижу между двумя красными продувает да нет мне хорошо я в платьях это очень мама мной будет гордиться но я я с другой стороны подумал я вас когда я буду это видео показывать матери но я подумал что вот на сцене наоборот сейчас впервые находятся в как бы люди один из них привел россию к богу а другой ленин об этом стоит подумать поехали поехали в этом раунде участники отвечают на вопросы о своих персонажах первый вопрос для пожарского разумеется у тебя был свой личный отряд людей такой профессии какой а насколько большой отряд прям большой на листы точно стилисты потому что вот за этим всем надо жестко следить все участники в шапках ваша мама гордятся этим стилисты я считаю стилист смотри подсказка небольшая это такого уже ответит отряд скомароков 0 баллов стоим эти статьи об окончании симбирской гимназии всего одна четверка по какому предмету по физкультуре выговаривание буквы у нас в финальном раунде самом последнем воды благодаря этому этой дисциплине этому навыку надо понять что вас объединяет какой навык предмет объединения вот такой хитроумий по начинается надел заканчивается на логика логика совершенно верно у нас два вала владимир при тебе начали чеканить монеты на них были изображены владимир на престоле и надпись то есть ты на престоле что гласила надпись мы русские с нами бог хорошо смотри за инициативность так он же крестил русь он должен был написать мы русские с нами бог теперь изображен владимир на престоле что написано монете я на престоле я и мой престол как интернет но я это как капитан очевидность придумывал эту надпись 10 рублей или один в один говорит нам человек 20 рублевки эти монеты они ходят по рукам и других людей они что там видят меня на престоле он написано на монете владимир где на престоле совершенно верно что подожди серьезно глобал чтобы люди понимали кто это конечно конечно там же не было раньше соцсетей ну то есть должны были узнал а вот он какой а где он что такое престол тамар вот настолько тупой что не понимаешь что изображено но читать умеет очень странный тип аж блин а кто же может быть этот мужик в киеве бородой на монете приходишь к царю это престоле такой да вон и на престоле говорит человек 100 рублевки как здорово кому следующий вопрос снова пожарский что очень важное ты делал заменена звонил матери по каким поводом ну там спросить на ночевку знаешь это вот раньше если ты сам звонишь это всегда не выгорает но если просить попросил пожар это выгорает мамы с парнями в москву давние мне менин говорил типа сходи ты потому что но за попить потому что меня домой загонят точно не смогу ну если следовать логике россия князь а пожарский был просто а меня был просто гражданин я подписывал что-то за него потому что моя подпись имела значение он просто лох аргументация один был аргументация хромает но половина ответа верно что все все верно расписывался просто потом он говорит что потому что лох просто мин был неграмотным вот и все на памятнике на красной площади ссылку с тобой поехала не только жена но и теща потому что крупская не умела делать это не смейтесь эта трагедия моей жизни потому что ссылка не должна быть радость до поехала не только жена но и теща потому что крупская не умела это делать говорить нет видимо потому что грунтская не умела сепарироваться от родителей отличная логика имеется так хотя бы не четверг значит крупская не умела брать на ее мать поехала с ними еще один балл когда подумайте ну не видеть она не умела пилить тещу поехала начала пилища перед такое такое шоу у нас один балл так я знаю я понял включать vpn поехала теща потому что крупская не умела ничего вообще она тупая с ней вообще крупская тупая вы поняли про пожарского 3 4 5 веков истории бегать не меньше когда я была рождена для любви правильно и чего она не умела соответственно реально кубская была рождена для солнышка у нас вопрос давайте просто блин я извиняюсь я хотелой это некрасиво было я предложил называть его просто солнышко какие варианты были до красно солнышко типа ты не смущенки большущих просто вопросы будет котлета солнышко и заинка просто владимир солнышко и владимир заинка и и такие же наклейки на шкафчиков детском саду солнышко заинка и как нет а дмитрий котлета звучит как непродуманный русский мафиози из американского меня зовут дмитрий котлета я бомбит вопрос собственно для солнышко твой дядя и наставник стал прототипом этого сказочного героя это имеет отношение может быть к богатырям как абсолютно точно имеют часто первый говоришь даже не правильно кто-то из них возможно назовет второго или третьего угадает так у нас там были алёша пупович добрый никитич и дмитрий медведь а нет и литом муромец тоже был третьим в определенном списке но не определенном значит на давайте я муромец был не тот богатырь которого я выбрал скорее нам подошел бы добрый никитич совершенно правильно ну что это нам закончили давай к следующему тебе будет так и называется поехали вы увидите на экране четыре фотографии каких-то транспортных средств которые в честь вас названы здесь крейсер здесь есть биплан московское метро и значит что там еще на сквич автомобиль а подсказать можно нет или выходит я хочу тыкнуть нет но там наверно тяжелый бомбардировщик илья муромец смотри 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 так ну допустим ну то есть типа илья муромец это уже не мы хорошо то есть это ничего ты умник за умник и то чтобы я умеете на это илья муромец все правильно а я не понимаю почему тут нет пожарной машины это был бы так логично я значит знаю всеверный ответ я уверен тогда последний может говорить мальчишка окей а я вот не уверена что это так на поверхности но одновременно не на поверхности ты понял про себя скажи на то ли понял он понял отвечает пожарский что названо в твою честь я вообще теряюсь если честно я предположу что корабль в честь тебя что названа владея солнышко что предположу что в честь меня назван крейсер тоже корабль тоже рассказывает не значит самолет не то самолет назван не в честь нас вообще просто самолет алёша ну какой угодно короче значит крейсер точно а дмитрий пожарский я уверен это крейсерское название такое мощное вот это мне кажется что москвич я не уверен но это какая-то странный автомобиль и это если это странный автомобиль то это москвич должен быть это москвич владимир я считаю который назван в честь владимира красное солнышко и честь меня метрополитен вот может быть этот поезд а может быть просто метрополитен я не понимаю на самом деле насколько я там я имею место метрополитен может быть люстры и вот это лишь то что то что названное в честь ленина под землей находится ленин нет и даже и станция библиотека имени ленина а все московское метро московское метро имени ленина 2 балла тут двое выбрали крейсер расскажи пожалуйста кто же крейсеров вообще ленин все классно разложил совершенно верно свеч князь владимир крейсер дмитрий пожарский так что у нас получается за крейсер получает только пожарский балл 2 балла вернее нашему пожарскому раунд закончили супер самый наверно простой самый быстрый он называется кто раньше тут вам надо угадать кто из вас раньше умер не за мне кажется я 45 50 лет где-то умер 40 50 до 17 века очевидно очень носить 17 век 45 50 у меня какое должно быть внутри 25-30 я думаю что зайка 57 хорошо все точно я сейчас думаю что 63 нет все 63 отлично здесь определились надо точные числа от вас 48 45 45 ошибся ты на 12 12 считаем дальше был ответ 48 да ты ошибся у нас получается на 16 лет потому что все четыре четыре года ровно на десяточку у меня был запасной 37 на который вы ошибка сделал всего на четыре пятьдесят три года тебе было два балла у нас получает ленин он был ближе всех в раунде кто следующий раунд где твой памятник мы покажем вам четыре города вам надо понять в каком из этих городов стоит памятник именно вашему персонажу мне кажется мне кажется у всех ленин есть точно поэтому друзья мы нашли город который не настолько очевиден по памятнику ленина давайте определимся с городами что вы здесь видите чтобы понять о каких городах вообще идет речь справа снизу адлер нет как ну вот так ну короче мой это левый нижний это суздаль там памятник дмитрию пожарскому красиво выглядит стоять на монастыре где вы могил это вот создали там только до монастыря далека и сейчас просто поле вот такая вот суздали отсутствует просто одна церковь в поле есть ты не знаешь и все-таки а где город накинул вот так у нас метро строят говорят про другие города дать просто хотя что это за города понять со второй и последней картинкой в лондон на первом но это точно лондон до первых не далоя с красные телефоны было конечно под номером 2 это возможно рим но как будто такая не такая архитектура не римская это будет на своем бои на своем бои на своем бои на своем бои разберемся 4 это майами бич но бич это не обращение в данном случае лос-анджелес ленин точно нет мне да точно да вы почему вы так смотрите не так нет нет номер два это буэнос-айрес да там ленин стоит памятник ленин в боянос-айрес я так считаю там а потому что южная америка много стран и идущих путем советского союза воздвигли там памятник владимир лечу ленину такой вариант возможен я выбираю этот вариант иметь в жизни вас не от вас его короткий ответ услышал у меня своя логика есть буэнос-айрес давай кажется что я же святой по идее как но не святому человеку у кремля не поставят огромный памятник с крестом правильно там много верующих и вроде как думаешь ты прям настолько должны почитать как святого хорошо услышана и у нас в лос-анджелесе просто бога нет а ну и так отлично что мы делаем с куксом ну он правильно угадал картинку но не совсем верно назван город но картинку там гадал за надо как бы и жалости а ему точно не будет обидно потому что в бой и нас айресес стоит памятник колумбу и этой картинкой мы вас сбивали так что ты единственный кто бал вообще получил этом раунде на правильные ответы лондон это солнышко и лос-анджелес это ленин прикинь лос-анджелесе тоже стоит памятник ленину вот вам просто аплодисмента от наших зрителей раунда называется твоими прикрещений неожиданно давай начнем солнышко на сам солнечко владимир красно солнышко прекращение получил имя владимир василий или пётр здесь меня зовут владимир бывает такое что тебе дали имя прекращение владимир и ты в итоге потом владимир а бывает чаще бывает иначе так что там думы сам это не может вообще василий или пётр мне кажется что скорее василий потому что потому что потому как вам моя любимая школьная аргументация 2 балла совершенно верно василий отлично здесь заработали баллы можно попали кузьма василий или не вставь и вставь и такое заманчивое имя это говорит сейчас не образ человек тут прикол в том что все имена греческие и по идее их все могли дать при крещении вот в этом загвоздка поэтому я выбираю кузьма это способ от коллекторов свалить раз нас это персонаж какого-то дешевого детектива из двухтысячных как вот этот вела тараканова тип а я считаю что имя которое дали владимир ильичу ленину при крещении это имя василий а тоже потому что я считаю всем владимиром давали прекращение имя василий версия логика бомба это один балл конечно в следующем раунде участникам нужно угадать слово пропущенное в их цитате первая цитата пожарского кого бог любит того не оставляет без бабок определенный человек читал книгу капитал один балл ленину кого бог любит того не оставляет без классного памятника на красной площади часть ответов на все в православии по крайней мере испытаний типа знаешь когда ты выносишь когда когда вот что выводы что еще это будет тебе урок урок все правильно зайчонка цитата зачем капиталисты сами продадут нам это это мало то и то и другое на которой мы это мастерные слова на капиталисты сами продам карусели который мы их пока то ли это чисто как из этих из острых козырьков скажи это стиль острых козырьков капиталисты сами продадут нам карусель на который мы их пока то я это какой-то мафиозные сейчас потекции что вы имеете имеется что вы их но я не знаю я просто так сказал об все смель а вот так сразу прозвучало а здесь это является правильным ответом до капиталисты сами продадут нам диван питалисты сами продадут нам кухню на которой мы их отравим пистолеты егор мне подсказывает если они заметили вы подсказывать не то на которой то это понял что за баллы боремся камбучу вспомнил да правильно веревку на которой мы повесим два балла солнышко цитата руси есть веселье не можем без того быть а прикиньте это действительно так он сказал типа россии есть веселье ну что делать даже не можем без этого я знаю бить печенегов тут еще даже в рифм на самом деле в россии есть веселье но получается пить не можем без этого быть все правило баллов святой человек да больной находясь рядом с ним от одного этого выздороветь не способен от полиса можно быть еще приписанным поликлинике то есть так просто не был у нас это 17 век он скорее всего верил в народную медицину там скорее всего чеснок больной находясь рядом с чесноком от одного этого выздороветь не способен надо растереть нормально это конец цитаты надо прямо решать вот это все что если у них был прям броманс короче с мининым и типа больной находясь рядом с мининым от одного этого выздороветь не способен я способен да и вы такие типы бро 1 балл за себя броманс больной находясь рядом со здоровым совершенно верно да отлично цитата от зайчонка интеллигенция не мозг нации а прям не стесняйся желчный пузырь не стесняйся вот подсказка идеально от жопа еще давай вот так сказал ленин давай жестче давай прямо вот когда плохо мне как будто мама заставляет материться это очень сильно недалеко от жопы но не по внешней стороне но не тверь я был а стал эта фраза им произнесена момент после крещения был животным а стал человеком совершенно господи помилуй владимир на престоле а потом такой я был животным а стал человеком и такой еще и так могу закончили это я сказал давайте поаплодируем участников истории про историю специально приглашенный гость эксперт сейчас придет расскажет вам историю про каждого из ваших персонажей вам надо будет угадать чем эта история закончилась а сейчас здесь это место займет человек который мне кажется свою жизнь услышал просто уйму истории но будет рассказывать истории про вас начать алексей куличков извините застольный хотел произвести впечатление на меня произведение на зачем это ляпнул алексей куличко вот на кого я похож больше всего давайте владимир владимир здравствуйте на здравствуйте он нет ильич как живой владимир владимирович оговорочка по фрейду нет его поздно вазим и лично будучи молодым человеком вы любили знаете что даже не знаю хочу ли знать курить очень просто курить тоже сразу проколол и он очень это жутко скрывал от своих родных от мамы до никто не знал он где-то шарился там я не знаю у себя во дворе за гаражами за гаражами да с пацанами но тем не менее и вот мама всегда его застукивал за это дело то есть ловил и она горит это плохо это сколько она ему не говорила вещей почему это так вредно почему это нельзя делать и так далее там подобные что он молодой человек и что у него будущее впереди что он на вазолее будет лежать вот она что-то такое сказала после чего он шарики за руки зашли что-то повернулось и владимир больше не притрагивался к сигаретам вот что мама такое сказал на первой версии мне что она сказала еще раз увижу две пачки выкуришь при мне чтобы ты посинел да сразу может может он ее обманул что типа да и я бросил потому что ты сказал на самом деле он со сталином начал общаться и там ну не тогда ставить ручки на иглу на хотя можно быть я думаю не был еще рядом его но семья была скромная и тем не менее вот она прям взяла его вот так вот сказал владимир и так бомжевая можно я поменяю правил но давайте как это в это я робот помните я ограничен в ответах у тебя есть только три вопроса а ты можешь уточняющего можно это связано со здоровьем нет это связано с финансовыми финансами да может любой вопрос задать почему гроза когда бьет в океан рыба не умирает у него давайте ну ну может быть я готов ответить без последнего вопроса но я полагаю что я полагаю что сейчас будет точно правильный ответ я умрешь 15 вот так стал дивотина ну смотри с финансами связаны с финансами а мне опять забыл нет она она ему сказала умрешь в нищете в 15 она ему сказала умрешь когда умрешь тебя не на что хранить будет и это было пророческое связано с финансами было она сказала если продолжишь курить я тебя книга и капитал по 1 балл хорошо она тоже хватит заворачивать табак деньги мы тебя продать но у тебя есть еще один вопрос кстати еще один я ограничен в ответах но спроси прорыв задавая реально прорыв спроси очень интересно вдруг он знает типа никто слишком сложно а он хорошо мама кто у нас но ты кто мало считается обычно вообще в семье в русской она хранительница хранительница вот она хранительница чего финансов да огонь она гранительница финансов и она говорит будешь курить денег не дам ни копейки на на бабу вино не получит возможно такая была вся семья раздавится вот ну вот это уже можно засчитать запрогибнем в нищете она не то что потому что это неподъемная все неподъемные роскошные семьи и будешь курить мы умрем вся семья вот так и потом это в детстве все проблемы это привело к его политической деятельности бурным и он решил все страна будет так это представляете а реально вот все глубокая мысль мама сказала что это неподдельная роскошь для нашей семьи да и владимир ильич так обиделся что он сказал надо все поделить же у всех все было порвано и на сигаретах чтобы курить и мы переходим к пожарскому историю сону но здесь свои истории не надо рассказывать вспоминаете я учился в саратове театральной школе на актер театра кино и у нас был такой цван ему привет если он смотрит в израиль сейчас живет у него единственного мы понятно всех студенты мы курили у него единственного были сигарет мы всегда раз дай сигаретку раздал дает дает и при том что он так безотказно в конечном итоге ему все это так надоело что он вместо своих сигарет стал покупать приму и вот эти сигареты он потом раздавал но так конечно не таким и все так надоело что он улетел в израиль теперь он курит израильскую приму да ладно ну давайте пожарского пожарства и так пожарский вот такой непосредственно человек который можно сказать из простого рода но уже князь потом он стал он там служил при начинал служить смутное время мы попали было несколько лет на таган но речь не об этом а речь о том что у него была специальная печать которую он всегда носил с собой на этой печати был очень символичный рисунок и изображение иллюстрировала этот рецепт и мы зачитаем потому что это невозможно и так вот этот охапка дров и плов готов отлично если бы все было так просто и так возьми меркурий философов и обожги пока он не станет красным львом нагрей льва на песчаной бане смешав с виноградным уксусом и выпариваю вещество станет каменью камень и камень следует перегнать в результате получится безвкусная жидкость спирт и капли красного цвета перегонный куб покроется налетом а внутри остается истинный дракон съевший свой хвост разотри его на камни прикоснись раскаленным углем в результате воспламенения получится зеленый лев застать его съесть застать съесть его свой хвост и и снова перегони точно точно ленин курил потому что может сначала мастер по печатим и даже сначала вот такая вот печать осталось совсем немного и перегони да и снова перегони у тебя получится жгучая вода и человеческая кровь это и есть эликсир что было дальше зачем нужен был этот эликсир по количеству слов как будто вот она печать нет так как я что это был за эликсир я вот бывал на его могиле значит это не эликсир долголетия и это точно не эликсир краткости потому что этот рецепт это ё-моё вообще ну эликсир судя по всему который изгоняет поляков из кремля вот он же это сделал сделал это да было что-то один балл получается получается еще польский назад все это психотерапевтические аплодисменты эликсир вообще а да блин там какой угодно могут быть эликсир прикинь зла с дочкой кожи звезды от карибу тормоз он для для серого увлажняющей кожи до серого изобретаем бархатной ручки звездочка даже они помазали звездочкой кремль поляки не смогли это вынести звездочки кремль это туда а как упростить ему задачу мы рассказывали кстати про это превращается в золото все да вот этот эликсир ну вот алхимики всего мира тогда задавались этим вопросом все просто говорили о том что как это сделать и не спрятали ну давай по баллу просто разлагаемые ленину и пожарскому потому что в целом вы верны это этот эликсир это как формула того как из различных растворов не описанных сделать золото с алхимией у тебя очень много было связано там даже после смерти огромное количество ходила по поводу того что ты приверженец мальтийского ордена там еще чуть-чуть еще чуть но здесь получается да правильно в ответ там нашли ну по сути да докопались все вместе сюда один балл сразу очень может уточняющего поздать и ты получаешь жгучую жидкость и человеческую кровь и это и есть эликсир и правильно да что дальше делать для превращение в золото анатолий невероятно разбогатеет я такой вот вам и камбуча здесь точно без статистики никуда история ну все понимают кто такой красное солнышко да да это я ну чем он славится русь крестил молодец а теперь назови чем славишься да 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 а всего лишь а распутствие владимира красного солнышка ходили легенды да и не то что легенда у нас от один исторический как письменных исторических документов очень мало но одна из самых известных это лето как она сами да так вот в ней идет такая статистика я хочу ее просто зачитать и сопоставить мне кажется ни один сейчас современный мужчина этого не выдержит но ты был гигант вам все был а ты сейчас поймешь и так поясе временных лет рассказывается о себе так а наложниц было у него 300 вышгороде представьте цифру просто 300 в белгороде и 200 наберись берестове инвитро база не нам истин блуде приводя к себе замужних женщин и растляя девиц но я же потом крестил мне аж потом отпустили от этого блуда вы говорят даже ослепли а вот что было дальше что было дальше я взял ослепли немного комедии 100 там 300 здесь красоты зеленого си игра взял человеческой крови вот этот под кадр девчонкам ой я слеп от этой красоты да я солнышко сейчас мы все ослепнем я про лицепт подумал там еще в конце и . у тебя получится жгучая вода и человеческая кровь и это будет эликсир и . так значит что я стою собственно что я именно от этого он и ослеп слеп что было до после того как я ослеп да слушайте просто в мультике три богатыря такого не было можно понять и вот одна из тех историк подсказывать просто классно тут мы типа 16 минут сидели и подсказывали ограничен в ответах давай правильно это связано с финансами 300 где-то еще это только те о которых жена знает так это было до крещения или после я вопрос задаю мы договорились вы ограничены в ответах это до крещения или после это было до слепоты что было до слепоты блуд и распутство потом была слепота но получается я принял православие окунулся нет я же окунулся в воду слепым так и скунулся как и скунулся вот вот получается уже зрячим абсолютно правильный ответ 2 балла да далее владимир принял христианство и скрипота прошла говорю спасибо алексей куличко спасибо 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 ну ты лучше возьмите там лучше вкуснейше заработал тукса всего пять осталось тукса он звучит так кто заберет камбучу я хотел спросить что вас объединяет но ладно хорошо давай помнить что сегодня специальный выпуск не жить это в голове вы пишете все свои варианты ответы может быть несколько за правильным получите два балла за неправильный но интересный и логичный один балл что мы называем же не с тобой не интересными и нелогичными а что вы называете специальным выпуском это не как надеюсь специально это когда рубашка у тебя не в не в брюках специально ты сделал это специальный выпуск я ничего не понял не случайно просто просто соглашайся тем пошло и участников три минуты вас объединяет что объединяет сидящих на сцене солнышко котлетку и зайченко чё как думаешь что тебе удалось сегодня отомстить куксе нет он не убиваемый конечно не убиваем доспехов на нож проверь шея не защищена кстати убить его засосом ну конечно все знаю давай попробуем попробуем каждый из нас начал какой-то определенный период в жизни страны владимир крестил начал христианскую историю я помог прогнать поляков возвести романовых на престол начал романовскую эпоху ленин ее закончил начал социалистическую эпоху жизни нашей страны вот такой вот скучный ответ я следующий вариант в нашей жизни у всех было много блуда то есть он про меня уже известно до ленин ездил с женой и тещей получается много блуда когда там вот там у ребят вообще смутное время было кто разберет там не особо спрашивали друзей до 2 вариант у меня еще есть такой замечательный каждый из нас когда отвечал алексею на вопрос у него в голове играла папа вот я тут отлично аплодируем блин сейчас мои ответы вот это я дурачок играю ва-банк хожу наугад любят ходить пешком все три деятели я ненавидел как может быть двое тогда двое пешком то и как вы знаете движение жизнь то есть ну необходимый человеку в день проходить минимум действий шагов в случае значит дмитрия ментин пожарского можно хотя бы 5 по нагрузке примерно за самое значит дальше я наугад делаю предположение что у всех троих мама была учительница в школе как у меня и у моих друзей у всех например мама учительница в школе были и ну может быть нет ну не получилось но и что идем дальше это все но это все на самом деле праздника вы не догадались между тем вы это смотрите а возможно только что отметили и смотрит чуть-чуть попозже нас в день народного единства 4 ноября соответственно почему пожарский причастен к празднику это тут очевидно владимир ленин это будет дата революции изначально потому что начали это была дата октябрьской революции да это день народного единства а памятник князю владимир установили и день народного единства это вас и объединяющий праздник с праздником сайте вас друзья и вас тоже баллы же дело в том что минин и пожарский освободили москву и в этот день это был изначальный день октябрь революции этот памятник поставили памятник владимиру красный солнышко поставили в день освобождения москвы я на всякий случай если вдруг перезапишут типа я победитель который прям выиграл по баллам но есть человек который выиграл по жизни я думаю что просто бутылочки потом достать и отдать победителя а вот эту прямовочку чисто ленину вручить ничего странного не произошло никто не ожидал и вот опять у нас побеждает игор кукса это это просто метро есть спасибо за ваше время я еще с тобой поквитаюсь кукса а